Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые зрители, присутствующие здесь в зале! Я вновь, вновь и вновь не устаю повторять одни и те же слова в начале наших передач. Телекомпания TED, студия «Открытая зона», клуб «Красное и черное» и я, Илья Ноябрёв, рады приветствовать вас на очередном выпуске нашей программы «Я памятник себе». Герой, который сейчас, наш герой нашей передачи, который сейчас здесь появится, это настолько загадочный, потому что даже возникают такие мысли, не фантом ли это все-таки, реален ли он? Легенды ходят, мы понимаем, но мало кто вот как бы так видел его живьем, если так можно выразиться. И вот я, если не ошибаюсь, это, кажется, впервые он приезжает в наш город, но тем не менее нам будет очень радостно сегодня его видеть здесь и, как мы уже привыкли, так немножечко с пристрастием допросить. Итак, Владимир Машков. Это серьезно, ну... Я сразу хочу раскрыть одну тайну, я думаю, что Владимир сам бы мог о себе это сказать. У всех столики, а у меня нет. Будет, значит... Пожалуйста, приготовьте столик для нас с Владимиром, потому что мы же в одиночку, наверное, не употребляем. У вас опасное название программы «Я памятник». То есть такой... Мне вчера подходит журналист и меня спросил очень хорошо. Скажите, пожалуйста, какой вы видите итог своей жизни? Я говорю, а как передача называется? Она говорит, «Доброе утро, Украина». Я говорю, а нормально, в принципе, вы считаете, что вот так утром человек открывает глаза и слышит такое, «Какой вы видите итог вашей жизни?» И человек говорит, «Итог моей жизни?» Можно, в принципе, закрывать глаза обратно. Программа называется так. «Я-памятник себе». То бишь человек своими трудами заслужил себе при жизни памятник. Я понял. Вот, так что... Вот, пожалуйста, первый аплодисмент. Я думаю, сейчас раздадутся. Итак, я думаю, что наша сегодняшняя встреча, наша передача, она как раз и пройдет вот по таким девизам «Неизвестный Машков». Владимир родился в Кемерово, да? Нет, в Новокузнецке. В Новокузнецке. В Новокузнецке. И сразу хочу начать с нелицеприятного факта. Дело в том, что было ему видение, и видение сказало, надо идти в артисты. И Владимир пошел в артисты и поступил в Новосибирское театральное училище, из которого его благополучно выгнали. За что? За драку. А потом было ему видение, надо переехать в Москву и там поступить в аналогичное заведение. Он переехал, поступил в школу-студию МХАТ, и вот оттуда его тоже выставили, и опять за драку. Вот, и как сказано в одном из видений, с волчьим билетом. У меня два вопроса по этому поводу. Первое. Не нужно тогда завершить. Он приехал в Киев. Пришел на передачу. У нас все гораздо проще, Володя. Я сейчас, с вашего позволения, проведем небольшой эксперимент. Вот здесь, видите, у нас вещдоки, они вот так вот сокрыты до поры до времени. Вот я так делаю. Видите как, да? Вот сейчас мы проведем эксперимент. Я думаю, что... Вы биться со мной собрались сейчас? Нет, нет, нет. Слава Богу, мы в разных категориях. Конечно. Я вижу, вы подготовлены хорошо. Да, ну ладно. Спортивный человек. Вы мне льстите. Я вам даю перчатки. Ну, чтобы не было десятняких увечий. Дорогие друзья, приготовьтесь, пожалуйста, все. Ну, знаете, как на тренировке в боксе. Надевают один перчатки, второй держит, это называется, лапа. А он показывает приемы. Чем же так знаменит удар Машкова, если он так, так сказать, результативно... Вставайте, вставайте, Илюша. Вставайте. Вставайте. Я встаю. Нормально себя чувствуете еще? Пока, да. Вы знаете, а вот здесь есть новые украинцы, нет? Они везде есть почему-то. Нет, я, видите, в Бордовом сегодня под вид пола. Это же казино, да, чисто? Нет, ничего. Или что? По понятиям казино, а так нет. Ну и что, что за по понятиям? Что так разговаривать это? Ну и что? Так, внимание, внимание. Рецепт, рецепт от Владимира Машкова. Как это все было? Это правда, неправда? Значит, первый раз это было так. Может, я кого-нибудь выставлю? Что, вы предлагаете бить, что ли? Нет, мне показать, как это было. Значит, первое, это двоечка. Так. Значит, смотрите, это двоечка. То есть здесь прикрываетесь немножечко. Ну, это старенький. Потом делаете вот так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нет, 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 я же спросил, Влад. Понял. В лапу, значит, первое. Потом есть прямой такой. Чуть-чуть, только с переносом тела, да? Вот это вот. Бам! Вот так. Есть, да? Потом есть еще один такой удар. Вот такой. Вот, собственно, и все. Так, в общем, так было много раз. Дорогие друзья, на самом деле все происходило менее цинично. Потому что, вы знаете, дрались же все. Просто я попадал. Понимаете? Я попадал как бы подраздник. Что называется, оставался крайним. Ну да, но даже не в этом. Потому что, как бы, раньше были же битвы справедливые. Это не то, что мы... Представляете, вот такое есть ощущение, что там человек сумасшедший, да? Там делется что-то. Нет. Мы какие-то выясняли, какие-то творческие дела выясняли, но... Ну, как бы, что-то там повздорили, но я первый раз сломал рояль. Вот так получилось, а он старенький был. И он упал, ножки упали. Что-то выбили стекло, то есть ничего особенного-то не было. А директор спрашивает, кто это сделал? Кто? Я, как говорит, я. Я, потому что невозможно, невозможно так работать было. Она говорит, ты, мы тебя исключаем. Но исключили меня условно, как бы, на месяц. Мол, ты подумай! И я за этот месяц взял, поехал в Москву. Меня взяли туда и взяли. Понимаете? В чем получилось-то? Поэтому, как бы, разговоры о зверском характере этого человека сильно преувеличены. Я очень добрый. Владимир, хорошо, а вот... Вы закусывайте, Горь, предлагаю тост. А тут спиртное настоящее? Нет, нет. Это все муляж. Это как в огоньке раньше. Все отмели. А знаете, нет, в кино, в кино раньше, раньше делали так. Когда было плохо с едой, сейчас хорошо с едой стало. Как бы она есть. А раньше было плохо совсем. И на съемки приносили еду, там, поросят жареных, там, и так далее. И реквизиторы поливали все керосином. Ну, чтобы не сметал, там, из группы кто-то. Поэтому вот эти все вкусные продукты, они ужасно пахли такой. Керосином поливали. Все здесь сидели. А ели яблочки, яблочки резали так. А-а-а! Как вкусно! Вот так вот. Здесь то же самое, да? Из папье-маше. У нас мы керосином не поливаем, папье-маше, и нормально, и остается кое-что. Нет, это настоящее здесь. Это хорошо. Итак, вы поступили все-таки в школу-студию МХАТ, и вот первые, так сказать, педагоги ваши. Вы учились у Олега Павловича, да? Да. Так и чего. Ну, научил чему-то? Ну, а как же. В этом смысле, насчет научить, он мастер. То есть, это я серьезно. Нет, правда, он меня очень не любил, когда я поступил на курс к нему. То есть, я сначала в МХАТе на другом, у Тарханова учился. Меня, как вы сказали, выгнали, да? Выгнали тоже, да. А потом он меня взял. А встретились мы... Я проходил туры, то есть, как бы, басни, проза, стихотворения. Первый прошел, второй, все, нормально. И третий тур, а потом конкурсы. И после третьего тура я прочитал что-то. И... А так как это тоже школа-студия МХАТ, откуда меня выгнали. И сидели женщины, которые... Педагоги по речи, говорят. Его брать нельзя. Он ведет себя безобразно. Вслед мне. Просто безобразно. Ему. А он только пришел в школу-студию МХАТ из ГИТИСа преподавать. Это ужас. Нельзя. Это подлец. Мне вслед. И я понял, что все. А я в это время работал монтировщиком и помойщиком в МХАТе. То есть, выносил помойку. Потом из одного МХАТа в другой что-то носил. Тогда было два МХАТа. Вот как раз разделилось. И я иду в МХАТ и несу банку серной кислоты. Для того, чтобы там кислотой протравливают металл. Чтобы он принял какие-то очертания устаревшего металла. И я иду. Такая большая банка. И так несу. Аккуратненько. Здесь написано крупными. Серная кислота. И я поднимаюсь по ступенькам в МХАТ. Открывается дверь и выходит табаков. Я говорю, здравствуйте. Он так на банку. Говорит, здравствуйте. Ну, с трудом меня узнал. По-моему, даже не узнал тогда. Ну, сколько народу-то. Ну, вроде как. Я говорю, я к вам поступаю на курс. А я забыл про банку. Табаков же стоит. Я говорю, я поступаю к вам на курс. А там говорили, что я буду хорошо себя вести. И стою. А пройти вот такая вот лесенка. Я там снизу стою. А он сверху. А, нет, я выходил. А он поднимается. То есть, он так вот на уровне банки стоит. Я говорю, вы меня возьмете? Он, ну... Понимаешь, Володя. Володя, да. Это будет зависеть от того, как ты прочитаешь. Я говорю, ну, я же читал же, как все... Ну, в общем, все зависит от тебя, как бы. Я говорю, хорошо. Да, проходите, пожалуйста. И я понимаю, у него так отлегло. Он меня взял. Но дальше он меня... Я поступил, и я такой активный очень был студент. Я что-то все делал, делал такие этюды ужасные. То есть, у нас этюды нужно было каждый день по три этюда новых приносить. Допустим, он любит ее, она его не любит. Один этюд. Другой. Она любит его, а он любит другую. И вот все время они должны быть разные. Я что-то наделал кошмара такого. И Табаков говорит, слушай, ты похож на Баниониса. Я говорю, что? А вот у него, говорит, у тебя, как у Баниониса, все сильно внутри. Как бы непонятно, что с тобой происходит. И он мне не давал шага. Вот я выходил, говорю, стоп. Я говорю, чего? Он говорит, ну так человек выходит. Я говорю, нет, а как? Ну нормально-то, можешь выйти? Стоп. И просто он меня раздавил всего. Всего. Он ко мне это... А я под конец, а у нас была такая сильная селекция на курсе. Из 30 человек осталось у нас в живых, дошло до конца четверо. То есть, представляете, да? Такая сильная селекция. И я понимал, что я иду под выгон. Но мне стало обидно одному. А все так тряслись. А у нас такой флюгеризм процветал в начале на курсе. Допустим, говорят, вот вы замечательно сегодня сделали отрывок. Просто замечательно. И все, говорят, точно. Все на него. Все остались. А вот вы ужасно сегодня все. О, кошмар какой. Вот что говорил Табаков, то и происходило. И я на листочке, а так педагоги писали фамилии, ставили плюсики. Кого плюсик, кого минусик. Я написал всех фамилии. В том числе свою. И двоих я оставил, таких самых ужасных у нас студентов, которых вы выгнали первыми. Я их оставил, а остальных всем минусик. Говорят, на выгон, на выгон. Смял ее так бумажку и подбросил. Вот началось на курсе. То есть, вот такие, я такие гадости иногда устраивал. Они все заволновались. Особенно те, кто хорошо себя чувствовал. Такие уже актеры. Первый курс, первый семестр. Идите, покажу вам, что. Ну, смотри, видишь, на выгон. Что делать? О, это была сильная вещь. Ну, и так это происходило. Естественно, меня тут же заложили, конечно. Ну, так, как всегда бывает. Ну, ничего, ничего. А потом, как бы, на третьем курсе у нас дружба началась с Табаковым. Вот так вот было. И продолжается, спасибо. Да, и продолжается. Сейчас он снимается у меня в кино. Сейчас я ему жуковожу. Как он в роли подчиненного, ничего? Замечательно. Не все у него получается, конечно. Но это действительно. Это я кроме что-то говорю. Но, но тенденции правильные. Правильно. Правильным курсом идете ставить. Да, правильно, правильно. Владимир, скажите, пожалуйста, а вот первая, первая роль, такая значительная, вы куда, вот там было какое-то распределение или вы сразу в табакерку попали? Нет, ну, я учился на курсе. И я, учась в Амхате, и работал в Амхате в театре. Меня как бы приглашали несколько театров, но для меня всегда было однозначно, что идти к табаку. А, кстати, первое, первое мое кино было вот в этом городе, между прочим. Первый фильм, в котором я снимался, он был здесь, на киностудии Довженко, назывался, он «Зеленый в огонь козы». Надо знать классику, во-первых. Классику, да. Вот так делайте. Нет, я не поэтому, это я, может быть. Анатолий Матешко такой у вас есть. Да, есть Матешко. Редиссер, вот он снял. А «Зеленый в огонь козы» это что? Что это такое? Да. Что это было? Это картина. Это, простите, это фрейдистская картина. А, то есть она еще не вышла, да? Нет, она как не вышла, если это первая. Давно вышла, это был 80-й какой-то. Да? Вот здесь есть специалисты, которые подтверждают. Вот есть два человека, которые видели. Видели все-таки эту картина. Видите, какая популярная? Вот отсюда, собственно, и началось все. Нет, действительно была очень хорошая картина. Мне, как бы, и я о ней всегда очень трогательно вспоминаю, потому что я знал, что я никогда не буду сниматься в кино. А произошло это великий наш мастер Бондарчук, царство ему небесное, он действительно великий человек. И когда, вы знаете, когда поступают студенты, они, естественно, в Москве поступают одновременно во все вузы театральные. Только потом подходит момент, когда нужно сдавать документы, и выбирается уже один. Естественно, я там пошел в Щепку, в Щуку, в ГИТИС и так далее, и так далее. И во ВГИК. Прихожу, сидит Лев, такой Бондарчук, Скопцева сидит. И Георгий Иванович Бурков. Я, значит, прихожу и говорю, Леонид Андреев, Иуда из Кориот. Собрался читать. И Бондарчук мне говорит, молодой человек, подойдите поближе. Я подхожу, он говорит, еще поближе. Ближе, ближе. И я подхожу вплотную к столу, он говорит, наклонитесь. А стол такой широкий, я наклоняюсь, а здесь еще 10 человек сидит. Там десятка, 9 человек сидит. Он так смотрит мне в глаза. Я говорю, молодой человек, вы знаете что, вы никогда не будете сниматься в кино. Я говорю, почему? У вас очень близко посажены глаза. Спасибо, садитесь. И я, сказав два слова, Леонид Андреев пошел такой. И все девятки говорят, о, циклоп практически. И я понял, для меня это закрыто. Но Толя Матешка раздвинул мне глаза. Может быть, он как бы тогда. Видите, как замечательно у нас в Украине. а Георгий Иванович, я когда выхожу, а Георгий Иванович Бурков меня догнал, говорит, Володя, потом мы как бы очень много с ним работали, он говорит, Володя, ты посмотри на мое лицо. И тут у меня так, нормально, все нормально. Не такие лица бывают. Это он утешил, да? Да, утешил, да. Вот. Дело в том, что мы благодарны действительно Матешка за то, что он, так сказать, занимается пластической хирургией, раздвигает глаза. Сейчас он занимается серьезно этим. Кстати, у него клиника небольшая своя здесь. Да? Я слышал? Нет? Да, я не знаю. Да, вот подтверждают. Оказывается, знают. Но вот это первый опыт как сделал? Хорошо? Ну, ничего. Замечательно. Ваши аплодисменты. Я сейчас вот раскрыл, тут у меня в этой книжечке как раз вот весь компромат или там, как это можно сказать, личное дело, оно и есть тут в книжечке. И вот я там прочитал такой пункт, в пионеры был принят Володя Машков, досрочно принят пионеры в селе Шушенском. Да, я горжусь этим фактом в своей жизни. Мы не опровергаем. Не понимаем. Почему? Пожалуйста, пожалуйста. Это вот пионеры дети Павлика Морозова вот и зааплодировали. Дело не в этом. Дело в том, что с этим связан факт замечательный. Была мечта у пионера. Вернее, он тогда был еще не пионер, наверное, октябрёнок. У него была мечта, чтобы повязали ему все-таки шелковый галстук. Это трагедия жизни моей всей. До сих пор я переживаю. Нет, это действительно было так. Наш класс, так как я учился в городе Новокузнецке, и Шушенская там недалеко. И наш правофланговый класс, в принципе, только портил я еще, мой товарищ. Их показатели снижали. И говорят, значит, едем все в Шушенская принимать вас в пионеры. Ну, недалеко от нас. И мы, да, 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 всем собрать по 20 рублей. Все собрали. Говорят, а вас не берем. И я так расстроился. Думаю, все. Ну, в общем, по-моему, родители поговорили, сказали, ну, возьмите этих двух. Они говорят, ладно, возьмем. Но так как был дефицит с галстуками, с шелковыми, то есть, вот этот шелковый, особенно с прострочечкой, был редкий. Такой без прострочечки, менее редкий, но их тоже не было. А обыкновенной был тряпочка. Такая красная тряпочка с такой, сейф, кумач. И, в общем, все едут, у всех шелковые, а у меня у одного есть тряпочки, но не было. Но у меня у одного была кроличья белая шапка. И поэтому, смотрите, Шушенская, мы причем приехали, а там у нас молодые пионер-вожатые, они говорят, вот этот, значит, этот шалаш, мы выстроились возле него, вот этот шалаш, он, не тот, который вы увидите, а его уже раз в девять сжигали, а там шашлыки люди приезжали, уже в то время шашлыки делают. Вечером там скрывался наш вождь бывший, да, писал что-то, гадости всякие. А в этот момент, после, после прошлое время, люди приезжали, немножко шашлычки, там, и сгорал он раз в семь, до этого, или шесть, его выстраивали снова, вот, и мы подбирали палочки из этого шалашика, но вот я говорю, что у меня единственное расстройство, что у меня галстук был обыкновенный, но зато шапка лучше, чем у всех была, беленькая. Вот такая была история в моей жизни. А еще были какие-то мечты, вот, которые там осуществились и не осуществились, вот детские такие? Нет, вот я хочу о бильярде, я хотел бильярд с железными шариками, и мне подарили бильярдик такой и железные шарики. Было, было. Сейчас в доме, а, то есть подарили в детстве? В детстве, вот вы говорите, это самая большая моя мечта была. Пионеры и бильярд. Несовместимые две вещи, в принципе. Ну да, моральный кодекс пионера, да, как-то бильярд не позволяет играть в бильярд. Не вписывается. А я знаю, что была еще одна мечта, нейлоновая рубаха. Да, была. У меня и была нейлоновая рубаха. То есть, а как, это была мечта и тут же она осуществилась? Нет, ну это, нет, ну действительно, это у нас такая униформа была в городе Новокузнецке, все ходили в брюках и нейлоновых рубахах. Потому что вечер, когда темно, видно, что идет человек в белой рубашке и она так искрит немножко. И у нас в Бродвей проспект Металлургов и все в белых рубахах ходили. Идут на танцы, там у нас загон на танцы, но туда мы не заходили никогда внутренне, но там, там три солдата танцевала и девчонки, а мы все вокруг ходили. Ждали, когда солдаты выйдут. И я сначала ходил в обыкновенной в рубашке и как бы так, а потом нейлоновая она так посвистывает. Была, но дорогая она, рублей шесть что ли стоила. Очень дорогая. Вот так. У меня было много радости в жизни. Много мечт, которые сбылись. Да. Ну вот я думаю, что бескорыстность это одно из качеств Владимира. Она все-таки вот корни оттуда идут. Из Шушенского еще все-таки. Это да. Из детства. А я почему говорю о бескорыстности, потому что хочу напомнить вам эпизод, который произошел, если я не ошибаюсь, это было примерно год назад, когда Ника была прошлая. И в одной номинации на лучшую мужскую роль были выставлены два друга, два товарища Машков и Миронов. и Миронов был не при бабочке. Мы увидели на телеэкранах, как вот в тот момент... Не вернул бабочку он мне до сих пор. Не вернул? Нет. Я просто... Да, вот объявили, что Миронов... Бабочка хорошая была. Да, и Машков так снял демонстративно бабочку и так ему отдал с барского плеча. А он не вернул. Вот такой товарищ. Я подарил ему ее. А, понятно. А вы подумали плохо в равене я сейчас... Нет, наоборот. Я о нем как раз так подумал. Нет, у него просто бабочки не было, я думаю, ну что же ему подарить? Отдал бабочку. А вот как, так сказать, вы испытываете на себе... Ну, это вроде бы вопрос традиционный, но это вот как бы в следующую страничку бремя популярности. Или... Да, действительно, испытываю. Так. Испытываю. Сколько раз испытывали? Постоянно это все. Утомительно. Тяжело. Ну, да, действительно, утомительно. Утомительно. Конечно. Нельзя никак скрыться ни от кого. А к этому вопросу я говорю, действительно, но это, конечно, так забавно, но, знаете, когда говорят артисты, боже, как я устал от популярности. Это только Филипп Кирпоров может говорить об этом. Понимаете, там, так далее, так далее, немножечко. У меня как бы дел вот, вот, вы чего ко мне ледите? Понимаете, это такая глупость, потому что актер, я не боюсь этого слова, профессия, это такая достаточно для зрителя. Если актера не любят и не знают, это не актер. Это просто полная ерунда. Когда говорят, я устал от популярности, это ложь. Это я вам говорю абсолютно точно. Наша профессия такая, что мы должны быть, представляете, вот, как это не ужасно, но ведь получать количество энергии, вот, вы сидите, от вас, я не знаю, больше может быть ста человек или сто человек. Я понимаю, что вы там смотрите на меня сейчас. Это большая степень энергии идет от вас, и поэтому это самое великое счастье этой профессии, потому что зрители, они лечат и вообще делают нашу профессию ну настоящей. Это такой великий дар. Поэтому вам спасибо за то, что вы любите актеров. Поэтому это действительно здорово. Мне так кажется. Ну, по праву эти аплодисменты всем вам. Я так правильно понял, наверное, Владимира. Но я думаю, что вы сейчас, вы сейчас еще больше подзаряетесь. Тут у нас еще перед началом передачи долго вас ждали две поклонницы. и вот они хотят. Ой, это вы! Вот! Боже, как мода выглядит! Мы вас обожаем! Вы ваши поклонницы! Мы смотрели все ваши спектакли, все ваши фильмы! Вы не выглядите на свои года! Хей-богу! Ой! А как вы прекрасно сыграли этого! Сабли! Вот это сабли! Когда вы были потрясающие женщины! А этот, этот, блин, настоящий ариец! А этот и безус собачкой! Собачкой я когда смотрю, всегда плачу! Боже мой, как он хорошо сохранился! Пишите, пожалуйста, ваш портрет! Да! Таня и Маня! И Маня! Олег Табаков! Сейчас, секундочку, секундочку! Покажите зрителям, чтобы вы видели! Это же Табаков! Табаков! Да, это я! Нет, а это Машков! 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 Да! Боже мой, я же вас знаю! Я знаю все ваши фильмы! я... Скажите, а как это место называется? Это клуб Красное и Черное как? А какое здесь метро? Политехническое да здесь? А Боря где учится? В университете! Она все перепутала университет, политехнический, Машков, Табаков, но я вас все равно обожаю! Напишите мне Тане! Тане! Да, да, с приветом! Тане! А Мане! Ты так с приветом! И Мане! Да! Браво, Машков! Браво! 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 Машков! Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это подпись Табакова, я ее умею подделывать! Правда? Ага! АПЛОДИСМЕНТЫ какая-то, наверное, московская газета или журнал, там было ваше интервью и шарж такой, да, такая большая голова? Да, большая голова и все маленькое остальное. И все остальное маленькое. Вот. И легкая небритость. Вот легкая небритость, многие спрашивают, это постоянно или это в зависимости от ровы? Дело в том, что это врожденное. Врожденное. Если вспомните учебник по биологии 70-х годов. Вы имеете ввиду рудимент и атовизм. Я только хотел. Явление атовизм. Человек заволошенный. Здесь, знаете, в принципе, это я. Бреюсь утром, к двум часам дня уже беда. Поэтому лучше не бриться. А, вот это продиктовано. Рудимент и атовизм. Я признался первый раз в жизни. Это болезнь. Надо пить детский сульфодрободол и пипедрол. Это я уже, как говорится. А рыбий жир не помогает? Не помогает. Растет чешуя от рыбьего жира. То есть, вот такая беда со мной. Приключилась. Но это не мешает устраивать личную жизнь. И если вы позвольте... Мешает. Почему? Я вот как раз хотел задать вопрос о личной жизни. Я знаю, что у вас дочь и уже почти взрослая. Да, очень взрослая. Ей 13 лет. Скоро будет. Она... А, недавно она звонила. Папа, как хорошо бы, если бы ты был слесарем. Я говорю, Ну, мы бы хотя бы обиделись немножко, потому что я вижу, узнаю тебя только из газет, из каких-то непонятных. А так, как бы, непонятно, где ты ходишь, где ты пропадаешь. Она сейчас, серьезный человек, сейчас снялась в кино. Играла какую-то девочку-подонка. Такая. У Грамматикова какой-то хороший, давно не снимал детское кино, вот он снял, это здорово. Она меня обещала пригласить на премьеру. Вот так вот, такие вещи. А почему на нее пала, как бы, пала этот выбор? Девочка-подонок, ну что это такое? А у нее такой циничный взгляд, она такая. Она как бы, они там с Маргаритой Тереховой два сапоговаленок такие. Циничные взгляды. Такие циничные, мало. Такие. Но в конце, она перевоспитывается, потому что ей сказали, ну так нельзя быть такой плохой. И она говорит, ладно, я не буду. То есть Тереховой уже поздно это делать, перевоспитываться? А Тереховой все уже как бы так и осталось. Циничные и осталось. Понятно. И второй вопрос, если можно, вот несколько слов о своей любимой жене. Сейчас я вам расскажу все, да? Вы себе не представляете, сколько сердец сейчас вот забилось. русский текст. жена, с женой-то мы развелись давно. Тут же такая штука. А посмотрите, как у них вытянули шеи, как они воспряли, как воспряли все сидящие. Если бы, если бы, это вот, знаете, я здесь играю спектакль «Матросская тишина», где мне где-то по виду лет 70. Вот так. Да? «Матросская тишина», «Бороденка», «Все дела». Такой еще сявенький совсем. И был случай неплохой. Но это давно было. Где-то, не помню, в каком-то городе мы где-то играли, то ли, но не помню. Давно было. И я, значит, выхожу за сцену, у меня борода, грим, я седой весь. И подходит девушка, жена из ГТО. Здравствуйте, Владимир. Вот, а перед входом ребята говорят, сколько ему лет-то? И кто-то известно сказал, 52. А я только закончил школу студии МХАТ. И она подходит ко мне и говорит, «Здравствуйте, Владимир. Вот вам, я слышал, 52 года, а вы только что закончили школу студии МХАТ. Не поздновато ли начинать? Ай, и ребят стоят. Я говорю, а я говорю, а кто он сказал, что 52? А она говорит, «Ну, вот все». Я говорю, «А мне было-то 27, что ли?» Я говорю, «Нет, мне меньше». Я говорю, «Сейчас, секундочку, я умоюсь». Она говорит, «Да, я подожду вас». Так, лениво. Я вышел, быстро умылся, выхожу. Она-то пропустила меня. Я говорю, «Ну, и что дальше?» Она говорит, «Спасибо, извините». И ушла. Все, больше я ее не видел. То есть, я вам как бы про возраст, когда все сохранилось. Да, я сохранился, ничего. В принципе, мне 52 года. Вот так. Владимир, было такое высказывание, он такой, как бы сказать, тайную, тайное желание, он как-то сказал, «Я бы хотел очень быть толстым и красивым». Это от папы. У меня папа был весом 132 килограмма, вот такой толстый. Как его любили в магазинах, если можно. А он был актером в театре «Кукол», и он ходил в «Беретти». Замечательный актер был. Бант. И у нас магазин колбасы напротив театра. Колбаса. Ну, представляете, что такое колбаса в 79-м году? И очередь, хвост, один, второй, на улице. Идет, а его знали все родители и все дети в городе. Он играл «Карабаса-Барабаса», там, «Папу Карла». Ну, в общем, все, что можно было. Его обожал. Он очень смешной был, большой, красивый. Он шел, и я за ним гордый. Вон, вон. И он подходил, и он говорит, «Пожалуйста, Льва Петровича пропустите! Льва Петровича, пожалуйста, пропустите!» Все, «Пожалуйста, это уникальная вещь, потому что там стояли». «Кто занимает здесь? Кто? Вы не занимали?» Там это вот начиналось. «Тише!» Лев Петрович идет. И он так, «Спасибо! 150 колбаски, порежьте, пожалуйста! Все, резать там начинает!» Ох, какой я был гордый! Вот, и поэтому у меня, конечно, мечта. А мама у меня была килограмм сорок весом. Высокая, худая. Она, у нее, как бы, мама итальянка, поэтому она такая, тонкая, тонкая, такая, ухани, смотрите, хорошо, она высокая, он такой, небольшой, но парочка была еще та. Скрипит, а как, вот сейчас вы упомянули, а как итальянка, каким ветром занесло? А тут дело в том, что она была бабушка моя, она была учительницей, учительницей, она учила французскому, итальянскому, и ее, она приехала в, после революции, какие-то были курсы для большевиков, и она такая, как бы, была, учила их. Люди-то рабочие, простые, потому что по-французски же и по-итальянски должны налаживать с итальянскими коммунистами, надо же о чем-то поговорить. И вот она приехала и учила их. А не? Как бы. Квести-то разтория дюнинг, янки-лунадо, переказываю я глюк, и она наказывала, или читали, дичьевы метром бян джема. Си, сеньора, а ку-минерали натураль газатто? Ну, в общем, можно поговорить. Все это. Признайтесь честно, ведь настоящая всенародная любовь пришла к Владимиру после знаменитого, совершенно русского проекта, когда они летали с Никитой Сергеевичем Михалковым в безвоздушном пространстве. И мне бы очень хотелось, я не претендую, честно говоря, на Михалкова, ни в коей мере. Похожи? Конечно, похожи. Но чтобы мы с вами изобразили, как это происходило, приблизительно, вот это безвоздушное пространство. И поговорили вот о женщинах, вроде бы мы тоже с вами летим. Но тут неприятная вещь бы для вас была. Дело в том, что Михалкова и меня прицепили к таким агрегатам, что вам и не снилась эта невесомость. Да? Как вы представляете, на земле сделать невесомость? Нет, я вот никто себе и не представлял, поэтому это было самое... Это были жуткие конструкции под костюмом на тросах. И когда, Никита Сергеевич, подвесили так, а он крупненький, я-то полегче, и как бы я так нормально, как меня поворачивали, а его повесили, и у него задняя часть сделала так... А-а-а-а! Наверх. И все, знаете, конструкторы стоят. Что же делать-то? Как вы равновешиваете? А он висит, а его прицепили уже, опустить это долго нужно. Он так, а-а-а-а! Хотел о женщинах поговорить, да, вот этого. А он должен был вот так лететь. А так как, понимаете, перевесило, значит, это все. Все, значит, ходят. Он говорит, вы меня съемите или нет, когда-нибудь или нет. Ну, мы, значит, с ним разговариваем. Я-то вот так, бочком лежу, ну как. Вообще нормально. Да, алло. Вот. Поэтому, ну, как потом уравновесились, все нормально. И... А потом методом компьютера вот эти тросики все брали. Поэтому такое ощущение. Там все ручечки летали. Ох, мы повеселись там, да. Да-да-да. Мастерство актера. Ну, конечно. Понимаете? Я, собственно, я, собственно, и предлагал на мастерстве это все сделать. Ну, тут были сразу ушли в тему с агрегатами. Оказывается, без агрегатов нельзя изобразить безвоздушное пространство. Но, тем не менее, чтобы вы могли сказать нашим вот украинским женщинам, вот, это не финал, но просто вот пользуясь случаем, пролетая над клубом «Красное и черное». Что вы, в самом деле, вы же знаете, что на Украине-то девушки как надо. Да же? Мы же с вами разговариваем, правильно? Нет. Вы же знаете. Я-то знаю. Я вот сейчас, меня не выпускают, потому что спектакль, там, с вами разговариваем. Я бы сейчас по Крещатику прошелся. Сейчас отсюда меня увезете. Красивые здесь девушки. Это я вам точно говорю. А, потому что я-то не первый раз здесь. Понимаете, я-то здесь долгое время пожил, ну, когда снималось кино. А снималось в Киеве, да? Снималось в Киеве. Две картины. Опять же, Толя Матежка, еще другая была картина, Хабиаса называлась. Тоже по сценарию Аркаши Вусоцкого. И поэтому я могу сказать, что здесь все в порядке. Здесь порода. Так, породистые. Все. Красивые. Так оно и есть. Примите этот комплимент, уважаемые женщины. Это не комплимент, это объективная реальность, понимаете? Тут это как бы... Ну, а приятно. Объективная реальность. Нет, ну, это так, конечно. Олег Павлович тоже говорил вот долго о славянских женщинах, но как-то обобщало. Вы так прямо совсем уж скажете. Нет, ну, нет, да, это точно. Это я, а я честный человек. Что, мне скрывать нечего. А в Москве? Что, в Москве хорошие есть, украинки. Жаль, что наша передача не приурочена к 8 марта. У меня жена, с которой, правда, развился. Между прочим, Шевченко. Так, а файна. Девчонки. А с Виткеля? Ну, вот так вот. Вот так вот оно и е. Я кажу, вот так вот оно и е. Ваша, так сказать, биография, я все так выбираю, потому что здесь есть какие-то вопросы, которые связаны. Вот следующий, например, даже не знаю, говорить, не говорить. Владимир любит дружеские посиделки с водочкой. А кто их не любит? Нет, я... Вопрос-то в другом. То есть, как бы такое, да, пьете? А я что, я ненормальный, что ли? Странно было бы, я говорю. Знаете, я не употребляю наркотиков, не пью и так далее. Участники не только что-то спросили, хорошая передача такая. Меня спрашивают, вы наркотики употребляете? Ой, извините, ломка началась у меня. Нет, наркотик я не употребляю. А он такой сидел. Нет, нормально все. Нет, водочка замечательный продукт. Горелка, водочка. Все это специально сделано для здоровья. Другое дело, как бы, как человек на нее реагирует, да? А так, в принципе, это здорово. Хорошо она так. Нет, вопрос-то в другом. В чем? Вопрос вот в чем. А где доводилось пить? Потому что там были даже воспоминания о том, что как-то на детской площадке там. Конечно. Ну, а что же? Замечательно. Вечером, когда дети ушли, все разошлись. Все, можно садиться в беседочке, аккуратненько. Но мы не мусорили. Мы не мусорили, мы всегда за собой убирали бутылки. То есть дети не жаловались на завтра? Дети не жаловались. И поэтому у нас в детский сад был, нас всегда пускали сторожкой. А, выпивайте, ну ладно. Уберите все за собой! Ну да, конечно. Ну ладно. Бутылочки мне принесете. Там дядя Миша такой был хороший. Это в Москве или еще там? Нет, это там еще. В Москве другие есть места. Хорошо. А вот осталось, то есть вот это чувство ностальгии все-таки по тем краям сибирским? Нет, ну конечно. Ну это, понимаете, ностальгия, это чувство возникает тогда, когда, наверное, человек попадает в другую ситуацию и понимает, что ему практически невозможно вернуться туда. Тогда возникает ностальгия, когда тебе одиноко. А тут я понимаю, что я всегда могу ехать туда и всегда друзья ко мне. Мы же не столько по местам, да, там, по кедру, я мечтаю про кедр тот, на который я полз. Нет, а тех людей вспоминаешь, с кем тебе было хорошо. Ситуации. Вот, поэтому нет, просто это замечательное время было. Вот так. И еще одно, еще одно признание и пристрастие. Я, например, обнаружил фотографию Владимира, он в такой, в гоночном каком-то костюме, шлем надевает и написано там, почти как Шумахер или наш Шумахер. Пристрастие к автомобилям, это серьезное пристрастие? Ну, дело в том, что у нас есть такие гонки на выживание. И меня заразил мой дружок Коля Фоменко, он, кстати, Фоменко тоже. У меня друзей-то, вон, сколько их. Вот, и, а он как бы давно, он как бы профессиональный гонщик ездит. Я приехал и сделал их там всех. Они долго тренировались, а я сел и что-то поехал. А не, а там хорошие гонки. Дело в том, что садишься в машину, в которой тормозов нет, один газ. Тормозишь, а впереди следующую машину. То есть, надавил на газ и поехал. Там решетка, ты привязанный весь. Но, выбросы адреналина, конечно, там переворачивается машина. Но так как едут все плотно очень близко, скорость, с одной стороны, небольшая, ну там, на каких-то часах. Но это такое. Я как-то так, а-а-а-а, как дал и поехал. Там у кого-то колесо, но у меня за 100 метров до финиша отвалилась на профессиональном языке гонщика, это называется мешалка. Переключение скорости, вот эта штука, я дергал. Ту, и она, все, и у меня машина задымилась уже, ладно. И я вот на этой штучке, там пипочка осталась такая, и я ее, а-а-а-а, а там машина едет. Я дал, она поехала, и кто-то мне сзади как поддал, и я финишную так, ха, пересек. Это вот был, ну это был не профессиональный заезд, как бы, называется там такой, заезд такой, звезд, как бы, сидят идиоты, мы, да, звезды сели, собачник такой, а-а-а-а, и все хохочут, как мы там переворачиваемся. Не, ну это смешно было. Из-за этого давали какие-то призы, или это было? Да, конечно, вот эти медальки шоколадные. Да, у меня есть шоколадная медалька в гонке. Вы ее храните, да, как память, храните, как память. Маша позаботилась о ней, дочка. То есть золотишко осталось? Золотишко есть, да, где-то есть, да. А содержимого уже нет? Да, уже нет. А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас сейчас автомобиль такой простой, советский. Хороший, да. Хороший. Спасибо вам, Матрик. А был какой-то такой белый, иностранный? Да, был. Матрик. В «Шевроле». Хорошая. Мне один раз хорошая была история, когда я опаздывал на спектакль в такой пробке. А вы знаете, когда опаздываешь на спектакль, наступает клиническая смерть внутри. Понимаешь, что через 10 минут спектакль, а ты находишься в 10 минутах езды. И я стою в пробке на садовом кольце. Здесь 4 ряда машин, здесь 4, и там, до горизонта. А я в середине. Не все, не встать никуда. И меня мороз трясет, у меня от нервов запотели все стекла. И я «Давай едь!» Никто не едет. И я выхожу из двери, хлопаю, не закрываю, и говорю «Все, я пошел». А все же вокруг водителей стоят, поняли, что человеку плохо совсем. А я несколько раз открывал, по другой машине дверью попадал, он говорит «Ну ладно, так не сильно». Они только посмотрели, мол, беда совсем, видимо, человека. Я хлопнул дверью и ушел. Ушел, как-то выбежал, там переулками поймал какой-то такси, когда в переулках. Минут на 10, на 15 задержали спектакль, ну, как бы все успешно. И, естественно, после спектакля поехал машинку посмотреть. Да, в час пик бросил, прям посередине там, сзади люди. Приезжаем, едем мы с товарищем. Он говорит «Где?» Я говорю «Вот здесь была». Он говорит «Ну, надо в ГАИ, а там центральная ГАИ». Мы подъезжаем в ГАИ, говорит «Ничего не знаем, ничего». Мы проехали, проехали, а там стройка. И вдруг, он говорит «Вот это не твоя?» Я подъезжаю, стоит машина моя. Дорогие друзья, не поверите, все цело, ничего. Ее просто кто-то ручками отогнал и поставил. И она стоит, ну, закрытая, ну, то есть без замка, только закрытая, вот так припаркована туда. Ничего. Понимаете как? Пожалуйста. Пусть это... Вас называют секс-символом российского кино или России. Ну, читал я. Я раз слышу. Много раз я читал, но сейчас в совершенно другой связи. Я не спрашиваю, как вы к этому относитесь, нет. Как вы до этого дошли? Так? Каждый доходит своим путем. Ну, получилось. Ну, случилось. Ну, что делать? Все-таки это общественное мнение. А вот я сейчас просто хочу пригласить человека, у которого есть некие проблемы в этом смысле. Вот он хотел бы... Нет, он хотел бы с вами посоветоваться по этому поводу, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, сейчас он хотел бы с вами поговорить. Виктор. Молодька. На «ты» нормально? На «ничего». Слушай, Вой, тут такая ситуация чумовая. Значит, ты секс-символ России? Ну, есть немножко... Я тут прикинул. Я хочу стать секс-символом Украины. Что надо? Прикид, книги, еда какая-то должна быть. Мне говорят качаться. Ну, я повесил дома качели, качаюсь. Не секс... Не, серьезно, не секс, а не символы. Только драться. Вот символ идет в будущее. Что надо? Парень, объясни. Во-первых, тебе надо вот это, вот это, железки... При бомбасе, да? Ты че, ну нет, ты че, рокер или че? Ну, я так прикинулся, думал... Да нет, одень костюмчик нормальный. Да, так, ну такой какой-нибудь, хороший. Брючки, да? Ты должен, ну так, и веди себя, как будто так, немного усталый. Томно, что ли? Не томно, усталый. От жизни. Вот сейчас попробуй так, чуть-чуть расслабься вообще. Устал, нет, нет. Ну ты, нет. Нет, я конченый какой-то буду тогда. Скромно, устал скромно. Нет, ты не улыбайся. Тебе хорошо, значит. А тебе должно быть плохо. Как Байрон, что ли? Тебе должно быть жалко. Вот, види, смотри. Все, я уже сексимвол? Практически, да. Слушай, Вова, тут еще такая ситуация. Я хочу свою школу сделать. Я хочу, чтобы ты приехал, прочитал краткий курс по истории СС. Секса? По истории сексимволизма, а? Да без вопроса. Конечно. Ну и поскольку я уже как бы уже сексимвол, тут у меня такое парень. Ты только не обижайся. Вот ты сказал, что по Крещатику ходишь, девушки. Да ты не сексимвол. Старик. Ты другое. Не, 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 не надо. Видели, ребята? Осторожно. Вов, тогда ты по Крещатику там ходишь, тусуешься. Все-таки это ведь теперь моя территория, а? Ну, чисто так, да. Ну, ты тоже... Без наездов, нормально. Не, ну, ты тоже соображай. Здесь тоже, я здесь давно сижу, тут ребят тоже серьезные есть в зале, да? Нет, нам надо объединяться. Нам надо объединяться. А то ты, что мне за лбой объединяться тоже соображай, ладно? Да. Я в рельс, здесь друзья есть тоже нормальные. Не, ну, все в порядке. Все в порядке. Твоя правая сторона, моя левая. Хорошо, окей, договорились. Все. Давай, бывает. Давай. Я еще думаю, такой, такой, я думаю, что... Я тебя буду называть дельфин, ладно? Окей. Дельфин. А ты что, русалкой моей будешь, да? Классно, молодец. И такая песенка еще клевая. Если бы символы всей земли... Женщины, поддержите меня! Мастер! Коль бы распределили перещатик, да, левая, правая, я буду ходить по центру, если можно, по проезжей части. Да, можно, конечно. Володя, ну, а теперь, если вы позволите, вот еще такой вопрос о творчестве, о планах. Буквально несколько слов, что это на работе. Давайте я быстро скажу. Сейчас только я закончил съемки сниматься у Паши Чухрая, такая картина, Вор. Такое хорошее кино, такое, наше. То есть, не подумайте, что название это какая-то криминальная драма или что-то такое, да, какой-то боевик, ничего подобного. Вот история 1953 года, такая очень трогательная, как молодая девушка с маленьким сынишкой знакомится с военным, а он оказывается вором. Такая очень трогательная и, по-моему, хорошая история. И как вот маленький мальчик влюбился вот в этого вора. И вся последующая история этого всего. Вот. А дальше, вот сейчас я отснял, мне повезло, я успел отснять «Зимнюю натуру», когда был снег. Это фильм «Сирота Казанская», такая комедия лирическая. Хочу вернуть мне такую. Я у меня с большой любовью вспоминаю времена советского кино, когда было настоящее кино, которое смотрели. И вот к Новому году будет эта картина, она сначала выйдет в кинотеатрах, а потом такой новогодний подарок НТВ, наверное, будет. Как бы такая новогодняя история, очень трогательная, смешная. И вот там у меня Табаков, Гафт, Дуров, Коля Фоменко и актриса. И дальше здесь у вас будет какой-то фестиваль, может быть, я надеюсь, что мы приедем. А театральные проекты? Театральные проекты, после этого всего, как я сделаю, наверное, начнется. Леня Филатов написал потрясающую пьесу «Любовь к трем апельсинам». И он мне ее отдал. Рассказывал Табаков, кстати, говорил. И вот я, наверное, ее буду делать. Хочу сделать такое. Это будет музыкальное, да, такое зрелище? Да, ну, музыкально-драматическое такое. То есть будут актеры драматические, а все это мы будем делать в оперете, в Большом театре с оркестром. Хочу, чтобы было такое красивое, замечательное. Безумно смешная, талантливая и острая пьеса. Такая. Я такого... Там проблема одна с этой пьесой. Там каждая фраза смешная. Ну, просто. Но Филатов, он безумно остроумный человек и острый. Допустим, вот сказ про Федота «Удальца». Она безумно смешная, но ее поставить нельзя. Это театр как бы одного актера. Он ее блистательно читает. А эта «Любовь к трем апельсинам» по Гоцци – это просто драматическое произведение. И безумно смешное и точное. Действительно, проблема одна, потому что фраза звучит и просто можно уметь. Музыка Прокофьевская оригинальная. Нет, нет, нет. Это будет оригинальная музыка писаться. То есть мы все это сделаем. Хочу так праздник, чтобы был. Ну что, мы можем только пожелать успеха, удачи. Спасибо большое. Успеха, удачи. И как бы еще один вопрос из этой же серии. Много наслышаны, видели репортажи, слышали мнение артистов, занятых в этом спектакле, слышали мнение тех, кто уже это видел. Я имею в виду «Трехгрошовую оперу», ваш проект, который вы у Кости Райкина поставили в «Сатириконе». Есть какие-то планы его сюда привозить? Да, вот есть, есть, есть. Точно вам скажу. Мне очень хочется, чтобы мы приехали сюда. И вроде сейчас как бы будут такие переговоры здесь, ребята, которые нас принимают. Может быть, все получится, это было бы хорошо. Посмотрим, что сделали-то мы. Это же надо посмотреть. Чего они там все что-то говорят-говорят, а как, может, это ерунда полная, правильно? А может и нет. Но мы, во всяком случае, я люблю этот спектакль. И мы делали, стараемся делать все от души. Такая вот у нас тайная мысль есть. Итак, дорогие друзья, сегодня, сегодня нашим номинантом на памятник при жизни, я думаю, что он с блеском сегодня это доказал, Владимир Машков. Ну, а это еще не все. Это еще не все. Мы не могли бы отпустить Владимира без подарка, настоящего подарка. Давно здесь стоит в уголке вот заготовленный подарок для вас. И, пожалуйста, вот это вам от фирмы Панна. Но я вам скажу, тут есть некий секрет. Может, вы сейчас его нам как-нибудь разгадаете и озвучите. Дело в том, что когда я просил приготовить, я говорю, вот, чтобы была какая-то квинтэссенция образа Владимира Машкова. Вот я не знаю, вот что. Вот кусочек бамбука, но вы же не московский пустой бамбук. Не хотелось бы. Поэтому я думаю, что это все-таки может быть с какой-то такой перспективой на будущее. Бамбук быстро растет. О, правильно. Это самое быстрорастущее растение, так как я в бывшем биолог. Я три года в университете в Новосибирском государстве. Биолог. Я изучал тритонов. Мой дорогой друг, понимаете, в чем дело. Поэтому. Секундочку, секундочку. Спасибо, спасибо большое. Володя, еще раз от имени всех присутствующих здесь большое спасибо за то, что вы нас посетили. И действительно, счастья, здоровья, успехов. И если мы сможем, как зрители, зарядить вас энергетикой какой-то, мы всегда будем рады это сделать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok